Итак, всем привет, с вами Дуб Гай, мы продолжаем играть за левый комендант, а это значит, что все, кто посмотрел это видео, уже получат миска Риз. Так что, если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать миска Риз, а возможно, когда-то вы сможете получить даже кошка-жена. Поехали! А думаю, начнем мы с того, что будем улучшать отношения с вот этими ребятами. Они мне не отправили добровольцев, не отправили Ленд-Лиза. Может быть, если мы улучшим с ними отношения, как минимум я точно смогу у них попросить Ленд-Лиз. Кстати говоря, Бенито Муссолини в Итарианской Социалистической Республике, это удивительно. Но мы же делаем здесь именно хорошие дивизии. Давайте-ка создадим себе побольше минус, может быть, они тогда захотят нам что-то кидать, но если не захотят, тогда мы все равно будем просить. Здесь все очень статично, думаю, из этой серии мы постараемся запушить на север, и если все очень хорошо, то даже Шандунскую Клику после этого атаковать. Но это если очень хорошо. По фокусам у нас здесь не так много чего есть еще сделать, наверное, только вот этот фокус и вот этот. Потом будем просто политку копить, потому что вот эти фокусы не сильно интересны. Кроме мере, пока что. Поехали! Ну и тут мы занимаемся только тем, что перебрасываем дивизии туда-сюда, по факту, в те точки, куда они концентрированно атакуют, чтобы размениваться получше. Пока что размен примерно 1 к 2, я думаю, вот эти дивизии подеплоим, и будет где-то 1 к 3, 1 к 4, потому что эти дивизии намного лучше вот этих японских и анцинских аналогов. И вот она, наша еще одна дивизия, хорошая, 45 атаки, как прекрасно. И то, что эти обобусы по 6 атаки. И давайте посмотрим. Слушайте, пока что у них как будто нету снаряжения, да? Но если оно у них появится, с улучшенными отношениями... А вот и есть. А вот и есть пехотка. Отлично. Так это вряд ли что-то мне дадут. Поезда тоже не хотят давать, а горючее тоже не хотят. Ну ладно, а сколько они нам дадут? Ищущую винтовок, ребята. Ищущую винтовок, чтобы вы понимали, мы 4 делаем в день, да? То есть, ну, можно сказать, они нам год нашего производства дали. Это прекрасно, конечно. И может, вот эти ребята захотят дать... Слушайте, да, чую сейчас еще лучше и захотят. Значит, ждем, пока у французов появятся винтовки. И французы с нами тоже будут делиться, начинать. Так, разбуд итальянцев на аниме-подписке успешно совершен. Ноль отправили нам артиллерии. Господи, ебать, спасибо нахуй. Ну ладно, 1700 винтовок. Это очень хорошо. Чтобы вы понимали, в одну дивизию нам нужно 1000. То есть, в принципе, просмонсировали практически 3 дивизии пехотные. Это прекрасно. Осталось лишь дождаться, пока все доедет. Здесь усиливается на нас давление, но вообще-вообще вроде как плевать. Тут еще пассивно таксику флекса против нас применяют. Блин, ну вроде держатся, мужики. Вроде держатся. Таксика флекса, конечно, работает, но она очень-очень истощает их. Кстати говоря, генерал неплохо поапался. Пятый левел, он начал 7 защиты. Блин, это, конечно, очень плохо. Нам нужно сейчас взять вот этот перк и в идеале успеть до следующего лапа вот этот. Но надо также понимать, что вот это мы тоже хотим покачать за 50 опыта. Здесь противоперывок на атаке было бы очень круто. Но как можно раньше вот этот на плюс опыт, конечно же. Ну и да, что здесь еще качать? Конвои. Чтобы нам побыстрее линдлист приезжал. Я думаю, хорошая идея. Кстати, а просто конвои француза нам, в принципе, закинут. Так что 30 конвоев сюда. Итак, тут лидеры какие-то. Социалдемократ либо тоталист, радикальный социалист. Давайте попробуем в тоталистов. Они чуть поагрессивнее, а мы хотим агрессивно распространять и освобождать наших рабочих. Да, все. И есть ощущение, что мне нужно дивизию перебросить вот сюда. Только, наверное, как-то вот так. Можно также еще отзывать от этого парня. Давайте отзовем. Может, там дадут не только генерал. Это вполне себе вероятно. Да, у нас появляется 35 опыта. Берем. И здесь можно взять вот этот перк, потому что одна атака всегда полезна. И да, очень важно вкачать побыстрее себе смелую атаку. Ой, да, нам дали еще 500 винтовок. Пол дивизии, 200 людей. Пол дивизии, это всегда приятно. Да, пошли дивизии заполняться. Отлично. Лендлис работает. Может быть, у них еще? Так, но эти еще не доехали винтовочки. Вот эти доехали. Давайте мы как делаем? Ведь он немножко багуется всегда так. Мы просим снова. Артиллерии нету. Ну ладно. Еще полторы тысячи. Сюда. Я считаю, сюда. Может еще... Не, ну французов все не хотят. Французов какие-то бедные, конечно. От британцев поставлено только 3 винтовки, 1 к 2. Что-то как-то грустновато британцы. А ну-ка, быстрее мне винтовок туда, в Китай. Срочно. А вот еще одна дивизия есть. Опять-таки укрепляем фронт. Мы уже себя чувствуем на фронте очень неплохо. Тут еще три дивизии скоро будут. Сейчас мы быстренько повернем это все в нужное направление. В нужное русло эту войну. А вот новые винтовки подъехали. Чтобы вы понимали, у них атаки буквально в два раза больше. Чуть больше защиты и прорыва. То есть, ну, урон пехотных батальонов у нас двоится. С этих винтовок. Другой вопрос, что мы производим их по одной в его день, да? Но ничего. Когда-нибудь наши дивизии будут иметь 75 атаки. Ух, как приятно видеть то, что до нас доходят винтовки. И мы начинаем делать дивизии. Отсюда мы получили еще не все, поэтому можно не обновлять. А вот отсюда уже можно и обновить. Давайте-ка, ребята. Мне нужно больше винтовок. Мы продадим вам еще больше писок на японское аниме. Мы просто транситом их передаем. О, и французские винтовки нам тоже готовы дать. Ребята, 156. Ну, лучше, чем ничего, надо признать. Окей, пойдет. И мы поставили смелую атаку. Этот парень левелапнется уже с шансом на атаку дополнительную. Как вот этот парень. Чертол, блин. Прорыв. Наверное, стоит сразу и взять. Конечно, эксперты по пехоте нужны. Но он как раз, я думаю, когда докачает его, докачает и четвертый левел. Так что нормально. Опять-таки, где они нас атакуют? Мы туда перебрасываем по большей дивизии. И разменимся мы очень хорошо, я вам скажу. Очень хорошо. И вот, 6 дивизий уже заполнены. Добавляем сюда еще дивизий, чтобы нам захотели еще винтовок отдать. И снова выбиваем долги у наших европейских друзей. Да, 116 уже конвоев. Еще 1600 винтовочек. Сюда французы. Давайте-ка нам тоже. Сколько вы нам дадите? Сорт 467. Слабые, слабые, конечно. Вам миска риса поменьше дадим. Ну вот здесь тоже. Сколько? 349. Не, ну все. 7 миска риса уходит в Италию. И началась вторая американская женская война. Нам она не сильно интересна. У нас здесь своя женская война идет. Тактика флекса параллельная тут. Ну, нормально. Форс атака. Я думаю, сейчас на форс атаке вот они и потеряют очень много. А мы как-то делаем эти дивизии, в принципе, перейдем сами в атаку. Вот произошел левелап. 7 атаки у парня. Отлично. Мы очень солидно себя бафаем так. А вот и плюс еще 2 дивизии. Сюда. Теперь как-то больно, да, нас атаковать? Как-то здесь нормальные дивизии. Не повезло, не повезло. О, еще есть Индия, которая готова нам винтовочки давать. Это нам надо. Очень они много чего теряют. Уже 100 тысяч потерь. По снаряжению, я думаю, там тоже большие потери. Давайте-ка в финальный раз попросим, наверное, дивизии. Нам бы, конечно, честно говоря, еще бы и людей сейчас поднять побольше. Ну, следующая политка пойдет именно туда, я думаю. И будем переходить уже в само наступление. Да, отлично. Нам очень хорошо заливают винтовок. Это все прекрасно видеть, конечно. Да, этим ребятам, ну, по одной миске риса можем и дать. Кстати говоря, пришла Спартакяда, где мы выиграли. Как прекрасно. Теперь этот фронт укреплен. Давайте-ка переходить, наверное, на север как раз-таки. Вот здесь вот бить в Ханшоу, потому что там важный пункт снабжения. И потом переходить вот к этим. На западе пробиваться, в принципе, примерно ни к чему. Ну, к концу не может попозже. Как же они от нас стираются, конечно. Как бы чуть-чуть потратить, но надо понимать, что в один момент нас вот эти парни захотят объединиться и на нас напасть. Ну, или по отдельности напасть. Может еще и этот, потому что кто-то мы их знает. Вроде не скоро еще. Поэтому надо готовиться уже к наступлению постепенно. И как выглядит наше наступление? Слушайте, ну, как будто неплохо. Немножко припасов вам не хватает. Ну, слишком много хороших дивизий. Мог такое подумать. Ну, нормально, нормально. Должны пробиваться, я думаю, здесь. Сейчас посмотрим. У нас есть доктрина. Берем все плюс 10 атаки еще. Ну, да, намного-намного приятнее все становится. Отлично. Еще немножко перераспределяем фронт таким образом, чтобы хотя бы по одной дивизии хорошей было в каждой коровке на западе. Ну, и на востоке уже кулаком бьем по нужной нам провинции. И мобилизируем побольше людей. В принципе, можно и тут пытаться где-то переходить на наступление. Потому что разменимся по хп мы очень нормально, да, урона мы наносим больше. Следовательно, можем и атаковать. И останавливаем здесь немножко наступление. Делаем вон с планированием. Здесь то же самое. Пускай они чуть-чуть постоят. С планированием наберут. Начнем снова атаку. И вот это тоже такой... О, они нажали Force Defense. Кстати говоря, для них тоже будет больно. Вот здесь вот, на самом деле, не так еще больно. Потому что, ну, как будто окей там. Опять с планированием можем нажать. Но вот здесь вот, где мы размениваемся очень по хорошим числам, то да. Тереть еще больше боеспособности очень больно там. И пытаемся, пытаемся мы проломить их защиту здесь. Они туда все больше и больше дивизий забрасывают. Как будто у них еще есть где-то резервы. Походу, так и есть. Ну, ничего. Ничего, пушим. И на западе мы прорвали первую провинцию. Еще не совсем, но, ну да, ну да, прорвали. Нужно сразу идти вот сюда. Этим ребятам нужно сразу блокировать вот здесь. И вот здесь. Отлично. Если мы пробьемся к концу, то мы обрежем им здесь одну из точек снабжения. Нужно параллельно с этим постараться и Ханчжоу тоже взять, конечно. Но вот насчет него я не сильно уверен. Еще две дивизии есть. Тоже переправляем их сюда. А, успели они там укрепиться, да? Ну ничего. Ничего, ничего. Но мы в итоге победим. И берем еще атаки пять вот здесь. И берем, наверное, еще артиллерию потом вот сюда, как получится. Сигарь через реку вот так, и они очень многое тоже теряют. Пока что потери 40 лет на 160 тысяч. Чтобы вы понимали. Скоро у них пехота тоже закончится, именно люди. И винтовки у них тоже, я думаю, уже заканчиваются примерно. Но люди важнее. И мы тут еще получили 1800 вот отсюда. А отсюда 2000. И отсюда 2600. Столько мисокриса они за это получат. Это жесть. Ну, мобилизуемся сейчас, что я могу сказать. Блин, надо бы еще мобилизоваться. У нас проблемы в армии есть. Это где? Это что? Это угадай сам. Наверное, это вот про это? Не уверен я, честно говоря. Но надо с этим что-то сделать. Ну, расширенный призыв точно ставим. Нам нужно хоть как-то повышать. А так нужно, наверное, побыстрее эту доку вкачать. Нам нужно сдерживание, чтобы нажать вот эту кнопку. А, и мы можем интегрировать вот эти пробки. Давайте палитку это потратим. В принципе, у нас ее прям особо куда-то тратить. Других вариантов нет. Начинают ее дивизии сыпаться. Прям вот на востоке уже. Здесь тоже потихоньку подсыпаются. Ну, на западе не слишком как-то все хорошо. Но как? Нам размениваться здесь, в принципе, выгодно. Опять-таки, да, здесь как будто не очень, но на самом деле нормально. Пятое. Блин, джилифантастическая война. Начинается вот здесь война. Я все боюсь, что вот эти ребята на меня нападут скоро. Это я именно это и вижу обычно, когда играют в другие страны. Здесь меня сейчас, наверное, подфорция так и выпьет. Другой вопрос, сколько они на это ресурсов потратят. И сколько людей. Люди там сейчас закончатся. Метовки должны были закончиться уж, как говорится, 10 лет назад. Ну, как будто еще есть. Но мы пробьемся. Одна дивизия защищает. Ханжоу от поражения. Давайте сразу вот так сделаем, чтобы не терять время. Ну что, мы возьмем его. Да, мы взяли. Отлично. И Ханжоу сразу туда же. Выбили нас вот из этого леса. Ну, из этих гор уже нас точно не выбьют. Это как бы удача. И подкрепление туда в виде одной дивизии отправляю. Ой, я немножко остановился, чтобы планирование набрать. И нас сами они атаковали. Не, ну, в атаке они точно не победят. Так что удачи им с этим. Здесь они еще опять форс-атаку нажали. Опять миллион людей потеряют. Господи. Не жалеют они нас, конечно, да. Потому что мы же один народ. Армейская реформа, мы поехали. Здесь Аргипи нас потерял опытом. Мы где-то, где-то у нас есть эти дебафы. Вот да, типа. А где, где вы видите все эти дебафы? Это же не оно. Это не тот дебаф. И это не тот баф. Где эти дебафы? Хороший вопрос. Убийство императора Херохида произошло? Это, конечно, ужасно. Это, конечно, ужасно. Но нам без разницы. Нам главное пить врагов наших. Юн-Нань хочет присоединиться к нашей фракции. Марионетка либо Гамин-Даня. Да, пожалуйста. Конечно, я не против. Но, кстати говоря, поезда нужны. Но у нас, объективно говоря, нету этого военных заводов. Потому что я не хочу отсюда их снимать. Так что поезда пока посидят. И очередная попытка пробиться в Харнжоу. Давайте еще так сделаем. Ну, я чувствую, что нам нужно сначала вот здесь вот как-то подпушить. Да, как-то все-таки фронт туда сдвинуть. Чтобы было еще направление для атаки Ита. Анцы, кстати говоря, да, они действительно хорошо защищены. Можно туда снова пробиться. Что по людям у вас? Ну, кончаются. Но они, видите, призыв повысили. Но у них, скорее всего, должны быть аналогичные, как и у нас проблемы с призывом. Так что я думаю, мы им наносим хороший урон. И анс не берется. Ставим одну дивизию здесь. Поможем здесь дополнительное направление атаковать. Сразу давайте-ка вот сюда раскидаем дивизии. Отлично. Вроде неплохо получается. Здесь можем также продолжить снова атаку. И вот мы пробились в еще одну провинцию. Сейчас у нас ребята атаку отразят. И будем идти сами вперед. Отлично. Вот, конечно, у нас в сеймах не очень хватает снабжения. Здесь, тут. Ну, что поделать? Как бы нам нужен Ханчжоу для снабжения и ХФИ. Но я вот предполагаю, единственное, что можно сделать интересного такого. Вот так вот же построить. Но это будет строиться 4 месяца. Займет время. Но вот тут у нас потом появится мусоржение. Давайте так и будем пробовать сделать. А пока можно опять нажать на планирование. И как-то наберется перейти вот так на вот эти провинции. Как-то вот так, я думаю, мы сделаем. Еще поддержка отсюда. В итоге у нас 160 фронта отличных дивизий против их 42 панжей. И я думаю, мы сразу вот отсюда идем вот так, идем вот так и этими дивизиями вот сюда атакуем. Отлично. Сейчас мы Ханчжоу сможем окружить. Господи, мы даже, может, вот здесь вот сможем сейчас их окружить. Это было бы очень приятно. Здесь тоже блокируем ребят. Не даем им выбраться. Потом вот сюда вы пройдете. Вот эти две сейчас сюда пойдут. Так. Ловушка Джокера закрывается. Отлично. И мы успешно ее закрыли. Эти дивизии будут уничтожены. Эти пока что, конечно, еще поживут. Ну, вот этих можно немножко расслабить, ребят. Слушайте. Ну да, пока все выглядит отлично. И как я и говорил, надо сейчас социализовать, но мандресурс нужен. А то я на планирование его нажимаю. На планирование это, черт возьми, очень полезные бафы, так что надо тоже нажимать их. Это очень, я думаю, нормальный был расход наших команд хачков. Можно перейти наступление вот сюда. Мы их уже видеть, нету боеспособности. Я подозреваю, это обе проблемы и винтовки, и люди. Да, людей там нету. Расширенный призыв уже полетел. Винтовок там тоже, думаю, особо и нету. У нас же на линд-лизычах кайфуем мы. Сколько у него перков? Два. Можно взять эксперта по импровизации, как у него выкачается, еще приспособляется. У него 9 обороны, 6 атаки, господи. Это просто суньцзы нового поколения. А против нас же воюют наркоманы. Ну, в принципе, все понятно. Как бы я думаю, этой информации вам будет достаточно, чтобы понять, кто в этой войне на какой стране. Нажимается форс-защита. Ну, по-моему, сейчас эти дивизии просто, да, испарятся от такой защиты. Эх, не жаляю, это они своих ребят, но Анцини почти копнул. Почти. После Анцини надо сюда готовиться атаковать. И мы, в принципе, я думаю, будем готовы. Чтобы ополчение распустить, ну, уже как получается. И очень жестко у нас прокачались дивизии наши хорошие. Это очень важно. И пытаемся мы сразу в нам кинете. И вроде должны даже, я думаю, справиться с этим данем. Может, сегра вот сюда сейчас перейти будет в атаку. Это, да, это в окружении эти ребята сами этого не очень понимают. Отлично. Кстати, плюс еще один еще одну доктрину. Это нам надо. Социалистическая победа в России произошла. О, это происходит редко. Смотрите, какая социалистическая. По-моему, немножко демократы и либералы. Здесь зеленый цвет. Кстати говоря, в западной, в западного командного центра стало странно. Давайте по-быстрому посмотрим, кто тут, где в правительствиях. Но вообще ничего нового. По-моему, буквально ничего. Здесь, я думаю, тоже ничего такого. Ну, в России вот либералы скоро победят. Убирает Лао Жанкай. Грустно. Не знаю, кто это, но кто-то очень важный. И поня в своих амбициях объявляет. Ну, слушайте, амбиции могут быть куда угодно, но наши амбиции, трахнуть ваши амбиции без негатива. И вот такая вот война произошла. Что? Это произошло странно. Фонтяни и Шанси и Сычуан. А, но они типа, я понял, как это. Вот эти ребята объявили войну остальным. Их поддержали вот эти ребята и их поддержали вот эти ребята. Вот эти по фокусам их поддерживали. Красноясно, продались Западу. Точнее, Дальнем Вост. Ну, типа, Восходящему Солнцу продались, короче. И сейчас вот эти 6 дивизий окруженных здесь развалим и, я думаю, сможем, в принципе, скоро капнуть. Подъем Французской социальной республики звучит интересно. А мы заходим в Бенбу. Нам нужно побыстрее капнуть их. Делать бы, по крайней мере. Вроде как, все у нас в этом плане прекрасно проходит. И здесь тоже дивизии окружены. Отлично. Да, здесь дивизии готовы. Давайте-ка сразу их вот сюда. Хорошие, да. Надо будет уже плохие, отделить от хороших под другого генерала, наверное. Качаем приходку. Потом еще мастер снабжения надо, но это видите на 6-ом левеле, я думаю, прокачаю. Нам пока поважнее статы будут. В боях там делается так или иначе есть снабжение. Продолжаем пушить сюда. В принципе, вроде как мы на этом плюс-минус должны и закончить. Тут видите, еще потянули еще больше фонтянских дивизий. А, фонтянь уже ебать, куда он залез. Значит, знаете, что мы сделаем? Мы вот это все говно уже выделим в отдельного генерала. Будем уже побольше воевать фронтами. Я думаю, именно дивизии нормальными, а не как я сейчас свою гарнизонами. Это, кстати говоря, на самом деле очень жестко прокачивает нашего парня, потому что там больше 34 дивизий обычно одновременно воют. Но тем не менее, это все идет, я думаю, прикрывать наш туз от фонтяня, я считаю. А вот эти ребята должны добивать клику. Вот это. Так вот, окружаем дивизию. А, ну, лучше здесь, знаете, что случилось. Они не одновременно атаковали. Видите, танки есть, а у нас ПТО нету вообще. Это создает некоторые проблемы, но в целом вроде как мы все равно справляемся. Хоть и не очень приятно. Но танки, да, решают. Надо, значит, что? Надо производить ПТО. В скобочках у нас примерно 0 военных заводов, ну, 2, ладно. Производить, это, конечно, хорошая шутка. Но можно попросить всегда у французов дать нам винтовочек. Ну, не всегда скоро, наверное, не сможем, они сами вступят в войну. Но пока что, пока что эти ребята нам дают винтовки и большое им за это спасибо. Мы им неплохо потом миссах риса надаем. Так, эти дивизии, ну, блин, скоро там уже капитуляция. Анцинь что-то вообще отказывается капитулировать. У него вот эти провки, а почти все захвачены, а он вон на кайфе. Но, видимо, вот эту провку надо захватить, которая именно Анцинь. Но, наверное, вот эти были не нас с провками либо что-то подобное. Поэтому они не капали. Ну, и прогресса особо не было. Вот сейчас заберем сам Анцинь, и я думаю, да, должен быть кап. Отлично. Есть, мы получили тысячу винтовок и кучу еще всякой фигни. Это приятно. Ух, ну что ж, наше освобождение Китая. Почти. Почти только началось. Мы еще очень мало на самом деле сделали всего. Но мы теперь сможем. Анцинь, какая-то не существует. О, нет, мы не сможем. Знаете, почему мы не сможем? Потому что, черт возьми, мы не сможем их заставить не существовать. Вот в чем дело. Они будут, пока мы и фантианик капнем, они будут существовать. Но, хорошая новость в том, что сначала капнет Цинь. Блин, хорошие новости. Хуёвые новости. Тут 18 заводов. У нас два. Есть вот такой вот нюанс, как говорится. Нам поэтому нужно что-то придумать с нашими дивизиями. И это хороший вопрос, что? Потому что, ну, там, конечно, минус-темпе круто, но у нас просто базовых фабрик нету. Да, и территории, автономный регион, что это, кто это? Автономный регион нажал. Это вот эти ребята? Нет, ну, дайте мне территорию попросить контроль. Так, мне точно нужно вот эта поправка. Допустим, вот так. Какая-то фигня, им передались. Очень странно, провинции. ладно, уже. В этим тогда будем занимать позиции, а продолжать уже будем в следующей серии. Так что, ребята, подписывайтесь на друг не подписаны, лайк, комментарий, твич, дискорд. Все как обычно и до скорых встреч, пока.